Глубоко уважаемые члены президиума, глубоко уважаемые коллеги, хотелось бы выразить благодарность за предоставленную возможность выступить с докладом на таком уровне конференции, с докладом на тему креогенной терапии плоскоклеточного рака кожи. Плоскоклеточный вообще рак кожи занимает ведущую, выдающей позиции в заболевании в среде вообще всех онкологических заболеваний. Эпидорибромоидный рак является одним из самых злокачественных среди всех эпителиальных апоколей, которые занимают, опять-таки, самую большую роль среди всех новообразований кожи. Так как наши пациенты с плоскоклеточным раком кожи зачастую их медиана возраста приходится на 70 лет и старше, это связано с выраженными сопутствующей патологией и с отяжелённым соматическим статусом, что бывает существенно ограничивает наши возможности в терапии. Про терапию не стоит, наверное, рассказывать, тут же все предыдущие докладчики сказали про возможные варианты лечения рака кожи. Мой доклад касается рака кожи всех локализаций, а не только головы и шеи. На данном слайде представлены литературные данные, которые каким-либо образом касаются лечения плоскоклеточного рака кожи. Тут наибольший акцент сделан, естественно, на кожу головы и шеи в связи с косметическими результатами и наибольшей частотой встречаемости данной опухоли именно в этой локализации. Также хотелось бы ещё отметить автора такого, который сюда не вошёл, это Бакли, который сформировал у нас в 2012 году и опубликовал правила криодеструкции именно опухолей кожи. Это что же касается рекомендаций, какое место криодеструкции на данный момент занимает в современных рекомендациях. Согласно рекомендациям НССН, она зачастую рекомендуется к применению при поверхностных опухолях. По рекомендациям АОР, нашей ассоциации российских онкологов, для отдельных пациентов, которым противопоказано хирургическое лечение либо лучевое лечение, рекомендуется проведение местной терапии, при которой криодеструкция занимает первое место. Про преимущества криодеструкции нам уже сказали тоже предыдущие докладчики. Это стоит отметить существенно, что возможность проведения данного лечения в амбулаторных условиях, в условиях местной анестезии, хорошей переносимости пациентам данной операции при небольших очагах поражения. Отсутствие кровопотерей интероперационной, естественно, экономическая составляющая, органосохраняющее лечение, возможно, у пациентов, которые отказываются, опять-таки, по рекомендациям ассоциации российских онкологов, которые отказываются от ампутации и калечащих операций. Это возможные методики, которые использовались в нашем исследовании, которые общеизвестны, открытые, закрытые. Также у нас применялись и струйные, в основном, и аппликационные методики, так как в связи с поверхностной локализацией и вообще локализацией на коже. Но также применялись и функционные методики при помощи нашего чудоаппарата, который используется у нас в центре онкологическом. Это были сложные поражения, которые стадировались как Т4. В данном исследовании принимали, были пролечены при помощи криодеструкции в нашем центре с различными локализациями 39 пациентов, преимущественно, с небольшим преимуществом это были женщины, как и говорится во всемирной статистике, с небольшим процентом отрыва. И возраст пациентов в основном был в пределах девятой декады. Также, что не противоречит мировой статистике, в основном поражения были локализованы на коже головы, лица и шеи, и в дальнейшей локализации в гораздо меньшей мере были представлены. Вторая по степени поражения – это вульва. По распространенности чаще всего это были поражения Т1, но зачастую они локализовались опять-таки, как и выезд на коже головы, лица и шеи, и входили зачастую в зоны риска и являлись факторами неблагоприятного прогноза. Позвольте представить некоторые случаи, из которых было доложено. Эта пациентка 83-х лет, которая была пролечена у нас в 2015 году, с выраженным массивным поражением. В ее случае было невозможно проведение хирургического лечения в связи с низкой мобильностью пациентки и лучевого лечения. Сопутствующей патологией анестезиологическим пособием было ограничено хирургическое лечение. Поэтому была выбрана тактика криодеструкции. Было проведено несколько циклов криодеструкции с промежутками от 2 до 4 недель. И достижение вот такого вот результата и полной эпитализации раны через 3 года после лечения. Также клинический пример пациента пролеченного. И еще пара примеров пациентов пролеченных именно таким методом. В результате этого исследования наблюдение за пациентами составляло от 1 до 48 месяцев. Релокальный рецидив из всех 39 пациентов был отмечен только у 2 пациентов. И то стоит отметить, что эти пациенты были... Один пациент был со стадии Т4 с поражением костной пластинки черепа и дальнейшим прогрессированием процесса. То есть и лечение было там проведено в рамках и хирургии, и криодеструкции одномоментно. Поражение реагионарных лимфатических узлов было отмечено также у одного пациента через 23 месяца после криодеструкции и с дальнейшим выполнением хирургического лечения. И даже после хирургического лечения было дальнейшее отмечено прогрессирование процесса. И генерализация процесса была отмечена в одном случае через месяц после проведения криодеструкции. Но и криодеструкция тогда была проведена как с палеотивной целью, потому что прогрессирование было отмечено сразу после практической операции. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы к Ольге Игоревне. Впечатляющая достаточно информационная внешняя картина. Мы будем ждать рандомизированных наблюдений с отдаленными сроками. Если позволите. Да, пожалуйста. Ольга Игоревна, скажите, пожалуйста, во-первых, спасибо за доклад, хотя я сначала немножко не успел, а фоллоуап Вашего наблюдения от 1 до 48 месяцев Вы что имели в виду? Имелось в виду наблюдение, что у нас максимальное время наблюдения за пациентами было на данном этапе до 48 месяцев, то есть до 4 лет. Включались в это исследование пациенты, ну и были проличены с 2015 года. То есть там есть минимальные пациенты, которых мы сейчас наблюдаем месяцы, есть максимальные, за которыми мы сейчас морем 4 года. Всего количества 39. Судя по всему, это Ваша диссертация, да, тема? Да, судя по всему, да. Вот, пожалуйста, в диссертации, особенно в докладе, когда будете говорить, напишите время наблюдения, фоллоуап берите. Извините. Хорошо, учтем. Спасибо большое за комментарий. Еще вопросы и пожелания, что очень полезны для молодых людей. У меня к Вам вопрос. Глупый вопрос, может быть. Ну, если криодеструкция на коже так хороша, как те результаты, которые Вы нам показываете, по базалиомам, но и по карциноме также, я вижу иногда результаты после химотерапии, после радиотерапии, применяется криодеструкция. Почему криодеструкцию не используют гораздо шире? Почему? Почему? Всегда, наверное, нужно прибегать к криодеструкции, если результаты столь хороши. Почему? Почему? Криодеструкцию не так широко используют во всем мире. Я помню, я понимаю, Гонсальвес рассказывал о своих данных. Я тогда задавал себе вопрос, если все так хорошо, то почему? Много ограничивающих факторов. Допустим, пациента стоит информировать перед применением операции, потому что в дальнейшем, если это не касается кожи, головы и шеи, то, допустим, где-нибудь в других местах легче сделать типичную хирургическую операцию. Будет более быстрый этап заживления, будет меньше осложнений. Этот метод существенно ограничен послеоперационным введением и дооперационным введением. И так как у нас методы визуализации только развиваются, плоскоклеточный рак представляет собой достаточно инвазивную опухоль, не всегда можно клинически определить края. И до того, до момента, когда в нашу практику не вошли методы визуализации, такие как КТ-контроль процедуры, УЗИ-контроль процедуры, было достаточно сложно провести ее радикально, и, возможно, было большее количество рецидивов. То есть косметический результат на лице, он позволяет применять эту технику гораздо чаще, и оправдывает ближайшие послеоперационные осложнения, которые требуют пациенту более частой перевязки, и больше отек. Спасибо. Спасибо.